Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Сегодня какое-то мая, где-то середина месяца. И у нас холодно и днём, и ночью. Очень холодно, поэтому и дома у нас холодно. Для того, чтобы дома было тепло, нужно или включить котёл электрический, который будет обогревать весь дом, и тогда он будет мотать. А мне одной огромный дом, в принципе, я там не нахожусь, честно говоря. Или камин можно истопить. Но камин что-то я решила, мы вечером истопим с Вадимом вместе. А сейчас я вот в теплице, здесь тепло, не поверите. Я когда включила вот этот настенный обогреватель, стало даже жарко. Я его сейчас выключила, я могу даже показать, что он сейчас выключен, потому что стало даже жарко. Я около него тут сижу, поэтому... А я тут, конечно, естественно, уже, правда, выпила. Пока то всё. Вот пью кофе с шоколадкой. Вот. Ну и что? А теперь как говорить? Ну, теперь солнышко выглянуло. Удивительно. Так, ну что я тут делаю? Смотрите. У меня оказалось три сорта томатов, которые не подписаны. Я не думаю, что они выгорели, потому что следов даже нет. По-моему, я просто их не подписала. Поэтому я сейчас проверяю все баночки, какие есть. Какие у меня... У меня записано, что я сажала. Какие подписаны, значит, подписаны. Какие не подписаны, хотя бы я по листьям попробую определить. Если не определю, то хотя бы напишу, что один вариант из трёх что-то там. Ну, хотя бы приблизительно буду иметь в виду, что там. Вот. Но я сейчас не буду там лазить по всей теплице. Просто сказала, как я попробую исправить свою ошибку. На самом деле у меня этих фломастеров, толстых, всяких тонких, всяких красных, синих, чёрных, много. Просто они у меня... Я просто забываю писать. Ну и ещё у меня вот... Сейчас я привстану чуть-чуть. Опа. Вот у меня ещё два нереспекированных томатика. Томатик. Не удивляйтесь. Это вообще-то тепличные томатики. Почему я их поздно так пикирую? Потому что они у меня будут поздние. Я их сейчас специально сделаю. Даже, может быть, по два, но если лишние. А так, по одному сделаю. Ну, хотя бы можно было литровые стаканчики, но всё равно сделаю пол-литровые стаканчики. Для того, чтобы они максимально долго находились в стаканах. Ну и потом, когда-нибудь в июне, там, может быть, даже в конце, когда я, может быть, ранние вот эти вот уберу томаты уже. Потому что я их сейчас две кисти оставлю. На ранних томатах я оставлю две кисти. Попробую так, чтобы они побыстрее поспели. А потом я их уберу и посажу вот эти поздние. Которые я хочу сохранить до Нового года. Ну, сами томаты, сами плоды. Я выбрала специально сорта, которые длительного хранения. Ну, вот, посмотрю, что из этого тоже выйдет у меня. Пока ранние томаты у меня там только в кавычках ранние. На самом деле неизвестно, будут они ранние или не будут. Что-то даже... Вот. Потом, что я сейчас ещё сделаю? Я сейчас посажу фасоль, вигну. С фасолью вигну мне тоже не получается. Покупала семена всякие хорошие, всякие разные. Везде-везде покупала. Вот замочила. Кстати, проклюнулись уже семечки. Вот такие семечки. Это я выписала на Алиэкспресс. Дешёвенькие опять не в таких, в фирменных пачках не нашла. Выписала обычные, в обычных. Ну, не знаю, они, не они. Повезёт, не повезёт. Не знаю. Ну, вот. Хочу посадить, как Наташа Миронова сажала в теплицу, хочу посадить в теплицу. Пусть они у меня порастут в теплице. Сейчас пока тоже посажу в стаканы. Прямо в пол-литровые, чтобы тоже подольше, подольше в такие стаканы посажу. Чтобы земли побольше. Потом побегаю с этими стаканами. Наверное, скорее всего, в теплицу куда-нибудь посажу. У меня вот редиска уберётся. Вот там капуста. Вот где-нибудь вот там в угол посажу. Может, так же над дверью она будет. Ну, не знаю, в общем. Вот. Вот у меня будет фасоль сейчас. Это я сразу скажу, потому что фасоль я ещё даже не замачивала. На улице ещё рано сажать. Вообще, вот у меня друг мой, учёный-агроном, говорил, что фасоль нужно сажать после 20 мая у нас в Сибири. Ну, тогда она в июне только всходит. И как раз все заморозки пройдут. Тут уже не будет заморозков. И всё будет хорошо. Потом вот замочила я семечки с подсолнечника. Тоже на Алиэкспресс выписала. Думала, жареные какие-нибудь нюхала-нюхала. Но вот один проклюнулся, одно семечко. Какие-то гигантские. Всё время хочу вырастить гигантские. Почему-то мне очень хочется вырастить гигантские подсолнечки. Как у Надюшки с канала Страничка Надежды. Очень хочется. Хоть один раз в жизни гигантских подсолнух. Интересно же. Ну, вот замочила. Может быть, хоть какой-нибудь один подсолнух вырастет. Я не знаю, зачем они мне нужны. Семечки мы не щелкаем. Так просто, для интереса. Не знаю, может быть, курму отдадим. Не знаю. Хочу целый день в теплице я сегодня просидела. Ну, хотела влог снять. Что-нибудь, думаю, поговорю. Что сидеть? Конечно, когда сидишь, что-нибудь занимаешься вот такой работой, всё равно думы всякие в голову, всякие мысли лезут. А потом думаю, ну вот если мысли в голову лезут, значит, эти же мысли можно вслух сказать. Ну, и с вами как бы поговорить, посоветоваться. Потом включаешь, я не знаю, у кого как это происходит, включаешь камеру, и куда-то мысли всех улетучиваются. Но всё равно вот целый день я в теплице просидела. Потому что, я же говорю, потому что дома холодно. Уже сейчас Вадим уже придёт, наверное. Ну, и вот, короче, слушайте, что. Ну, и подумаю. Может быть, тогда прокомментировать вот этот вот комментарий, который там, как женщина одна мне всё везде пишет. Мне всё пишет, такая вся меня улучшит. Думаю, кто такая, интересно знать. Она, наверное, моя знакомая, наверное. Прям вот везде она. То ей соседа жалко, что снег дует с гаража. То ей это... То ей меня жалко, что я себя потеряла. Вот, например, последний комментарий вот у неё. Я даже закрепила. Мне так понравилось, как она обо мне позаботилась, говорит. Ну, я, знаете, сразу скажу. Я не очень люблю, когда вот это всё. Я не оправдываюсь. Ну, просто тема такая. Ну, вообще, спасибо ей большое за тему. Для моего влога, допустим. Да, потому что это как бы будет не ответ на комментарий, а рассуждение по поводу вот этого. А по поводу чего, смотрите. Вот она говорит, да. Вот вы, значит, ходите в чём попало. Это я согласна. Это я согласна. Вот как я там одета, вот УЗИ козе когда делали. Вот одета ужасно. Честно вам скажу, это я согласна. Спасибо и как-то буду следить. Сегодня вот я посимпатичнее одета. Вот, это правильно всё. Спасибо большое. Догие мои стаканчики. А вот они. Вот. Это правильно. Потом дальше. Она говорит, что вот делаете УЗИ козе, выковыриваете мёртвых птенцов, а вы-то где? Вы себя потеряли. И это всё ради тупого зарабатывания денег. Ну, и так далее. Вот. Вот давайте вот на эту тему тогда порассуждаем. Я не... То, что там, как бы, ответ или что-то. Просто так. Тема хорошая. Где я, например? Вот где я? Ну, во-первых, сразу скажу, что... Она же не знает, возможно, я себя нашла, а не потеряла. Наоборот, да? Это же тоже же имеет место быть. Это первое. Второе. Вот что такое на себя любимый... Она сказала, что вы потратите все эти деньги всё равно ради тупого зарабатывания денег, и потратите эти деньги всё равно не на себя, любимое, а на постройку гаража, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, это, конечно, правильно. А на себя любимую это, значит, как тратить? Ну, знаете, что я вам скажу? Я, конечно, у меня есть мечта. После того, как... Вот, Вадима жду. О, мне кажется, он идёт уже. Идёт. Конечно, у меня есть мечта. После того, как мы построим дом, и когда у меня уже будет всё в порядке, не нужно будет вот слишком вот действительно так вот много... пытаться много зарабатывать. Вот. Я хотела бы путешествовать. Да, вот на это деньги мне бы не жалко было, потому что, когда у нас не было дома, мы жили в городской квартире, мы путешествовали, ну, сколько могли. Я не говорю, что много, долго. Ну, где-то в Европе были. В общем, так вот. Может быть, даже как-нибудь я выложу вам какие-нибудь ролики, может быть, сделаю, как мне Вадим подарил на 50 лет путёвку в Париж. И мы отмечали день рождения с ним на Эфелевой башне. Моё 50-летие в Париже. Конечно, это, ну, незабываемое было впечатление. Ну, может быть, какие-то... У меня с ним видео мало там. Может быть, просто с фотографией я как-нибудь сделаю. Мне очень-очень хочется похвалиться вам, как мы справили моё 50-летие с ним вдвоём. Вот. Ну, это как бы отступление. Но вот это, конечно, я не против. Вот для себя любимое вот это вот. А вот всё, скажите, что для себя любимое тогда. Это вот, например, заняться, ну, одежду красивую купить. Мне вот это не надо. Я уже что-то поносила. У меня уже есть там тоже ролик такой. Я говорила, что я как бы носила какую-то одежду. Но не то, чтобы сильно дорогую брендовую там. Какая-то у меня была такая одежда. Ну, такая приличная. Ну, сейчас, не знаю, мне... Я не вижу в этом надобности, например. Вот. Потом что для себя любимое? Вкусно поесть? Ну, мы как-то едим так. Нам кажется, что это вкусно. И полушками иногда едим. И рыбу хорошую едим. Там что для себя любимое ещё можно? Косметику категорически. А, во-первых, по уходу косметика. У меня хорошего качества косметика. По уходу. Уж как выгляжу, не знаю, как выгляжу, так выгляжу. Ну, как получилось. А такая вот крема у меня там какие-то всякие разные. Вот это всё у меня хорошего качества. Тоже, если, ну, будет желание. Я не сильно специалист, конечно, в этом. Но если у кого-то будет такое желание, будете спрашивать. Я могу рассказать, показать, чем я пользуюсь. Вот так вот. Но опять скажете, вот реклама. Не знаю, поэтому есть ли смысл показывать, рассказывать. Так, что ещё для себя любимый может быть, да? Одежда там, уход за собой. Ну, про путешествие сказала я согласна с этим. Ну, вот, например, смотрите. Кто-то для себя любимый цветники какие-то разбивает, чтобы любоваться, да? Вот, цветники, чтобы хорошо было, красиво. Это для себя любимый. Чтобы настроение повышать всё, да? Да? Ну вот, а я для себя любимый строю дом. Вернее, мы с Вадимом строим дом. Это же для нас, любимых. Чтобы вот построить дом, хорошо всю отделку сделать. Чтобы всё у нас было. Чтобы душа радовалась. Чтобы было тепло. Сейчас мы утепляем его. Не холодно, а тепло. Чтобы было. Это что, не для себя любимый, что ли, мы делаем? Мне кажется, мы это делаем для себя любимый. Мне кажется, что так. Вот, не знаю, может быть, я не права. Мне кажется, вот это вот напрямую. Утеплять дом – это для себя любимый. Это тупое зарабатывание денег. Мне кажется, утеплять дом – это для себя любимый. Чтобы было тепло. То есть, для себя любимый что делать? Пусть будет холодно в доме, но мы будем для себя любимый что делать? Не могу никак понять, что для себя любимая должна делать, но жить в холодном доме. Вот. Ну, короче, вот это меня в тупик поставила эта девушка. Прямо в тупик какой-то загнала меня. Я не могу никак вообще ответить на этот вопрос. Что же делать-то для себя любимая, если в холодный дом? Ну, вот. Потом, вот смотрите еще, что я скажу. Вот смотрите. Это вот для себя любимая – это делать все, чтобы быть счастливым человеком, да? Я так думаю. Для себя любимая – это сделать что-то, чтобы стать счастливым человеком. Вот. Ну, вот смотрите. Например, ветеринары. Ну, не те, кто, например, кто работает, потому что негде было работать. А те, кто по призванию, которым нравится лечить животных, чтобы они не болели, чтобы помощь им всякую оказывать, да? Ну, вот, возиться с ними, ухаживать за животными. Это, значит, это вот люди нашли свою профессию, нашли себя в своей профессии. И им они выколупливают мертвых птенцов из скорлупы. И это их любимая профессия, понимаете? И они счастливы от этого. Это же они для себя любимых, вот, любимую профессию выбрали. И вообще, вот смотрите, для меня это новое. Выколупливать мертвых птенцов – это что значит? Это значит быть пытливым, понять причину, почему так случилось. И в следующий раз этого не допустить. Вот для чего я делаю выколупливаю мертвых птенцов. Для того, чтобы понять причину и быть более профессиональным в этом, совершенствоваться, понять для себя. И какая-то, чтобы была у меня очередная победа, очередное достижение. Я всегда говорила, что я счастлива от достижений каких-то своих. Я победила что-то, я научилась что-то делать, я радуюсь от этого. Ну вот я такой человек. А вот, например, к одежду сейчас купить, или сумки какие-то купить, или туфли какие-то купить. Но туфли я тоже сейчас стараюсь покупать. Обувь я стараюсь покупать хорошую, качественную, недешевую, естественно. Мне кажется, любая уважающая себя женщина, наверное, так поступает. Вот обувь вообще должна быть хорошая. Мы даже… Вы знаете, я вам сейчас что скажу? Я далеко-далеко назад уйду. Я воспитывала дочку одна. И, ну, как бы одна, без помощи, без всякой. Но я ей всегда покупала, она вот не даст мне соврать, всегда покупала качественную, кожаную, хорошую. Несмотря на то, что у нее ножка росла быстро, я покупала всегда качественную, хорошую. Несмотря на то, что у нас средств не было. Я старалась вот так вот как-то, чтобы было и удобно, и ножка, чтобы была. Ну, вот так вот, понимаете? Как-то так. Ну, у каждого по-своему, конечно. Но вот у меня вот так вот было принято. И принято сейчас. Ну, вот как порассуждать еще для себя любимой? Давайте еще что-нибудь вспомним. Что можно сделать для себя любимой? Сходить в ресторан. Я ходила. Господи! Сколько ресторанов! Сколько денег в этих ресторанах оставлено. Ну, я же не новая русская какая-нибудь там, но зарабатывала я прилично. Даже и в Питере я хорошо зарабатывала. И в Питере рестораны мы уже все обошли там. И я теперь уже думаю, господи, что же мы в этих ресторанах? Зачем это столько мы денег там оставили в этих ресторанах? И вот эти вот... Вот это я жалею. Вот для себя любимой мне казалось тогда, я для себя могу позволить в ресторан. И раз, и раз в неделю, и два раза в неделю в ресторан. И думаю, вот я могу себе позволить для себя любимой в ресторан сходить. Теперь я очень сильно жалею. Даже не из-за денег. Ой! Извиняюсь. А из-за, допустим, даже из-за алкоголя. Понимаете? И вот это я жалею. Это лишнее было в моей жизни. Потому что я против сейчас. Вот Вадим научил меня против алкоголя. Прям категорически против всяких вещей, которые... Ну, которые... Ну, не для здоровья. Вот так вот. Так вот расскажу. Так вот. Просто скажу. Которые потом... Потом последствия всякие бывают. Я не говорю, что там у меня последствия какие-то. Ну, просто это, конечно, плохо. Хотя, вот, например, у меня вот память плохая. Из-за чего? Может быть, это из-за того, что я алкоголь в молодости пила. Вот кто знает. Может быть, и так вот сработала, сыграла. А память у меня плохая. Все забываю. Все теряю. Ну, как-то так вот. Все записываю. Сегодня вот, например... Ну, Вадим, что не идет сюда? Сегодня вот, например, записала Вадиму три пункта. Потому что каждый день одно и то же. Хожу, хожу. Ой, сейчас Вадим придет. Я скажу, вот это сделай, пожалуйста, мне. Хожу, хожу. Ой, сейчас придет и все. Вадим придет. Мы поужинали. Сели. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Языком чесать. Вот так вот. А потом на завтра, когда у Вадима уже опять на работе, я думаю, что же я ему не сказала вчера. И делов-то было всего там. Господи, раз и сделать пять минут. Потому что забыла сказать. Вот что. Вот так вот. Может быть, это из алкоголя. Я так забыла, кто знает. Ну, может быть, конечно, хотя врачи же советуют. Маленькое, если то можно. По молодости оно же было не маленькое. Так. Не знаю, как у вас. А у нас было не маленькое. У нас было на всю катушку. Гулять так гулять. Вот как у нас было в молодости. Вот так вот. Так что... Так что вот. Наташа, кажется, зовут эту девушку. Или женщину. Или кто такая она. Какая-то мне прямо... Она какая-то критикует прям меня везде во всем. И даже не два раза. Несколько. Ах, что? Чуть-чуть. Маленько. И что-то все критикует меня и критикует. Ну, вообще, конечно, спасибо. Вот смотрите, ролик сняла благодаря Наташе. А так... Если бы она не написала этот комментарий, я бы даже не догадалась снять, порассуждать на тему, что такое для себя любимое что-нибудь. Видите, в чем дело? Хорошо. Так что... Наташа, вам привет от меня. Пишите, пожалуйста, комментарии еще раз. Кстати говоря, Наташа, она не оскорбительная, не злые комментарии пишет. Она просто вот... Ну, вот, как бы... Свое мнение. Это хорошо. Я такие комментарии люблю. Я приветствую такие комментарии. Так что... Свое мнение пишите, конечно, что это же хорошо. Все свое... У всех есть свое мнение. Все правильно. Так вот. Так что... Так... Ну, а в то... Вадим, он мне-то не пришел. Он, наверное, меня потерял. Он, наверное, не знает, что я здесь. Ходит меня и ищет. Наверное. Так. Ну, ладно. Пойду я его кормить. А вы, кому понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите обязательно комментарии. И... Если вам не сложно, поделитесь с друзьями. Можно, допустим, этим роликом поделиться, а можно ссылкой на канал на мой. Вот. Если, конечно, вам не трудно. Если не трудно, посмотрите рекламу. И заходите почаще в гости. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok